Первое воспоминание Анны Канерова — это гигантский тармо, его нос с круглыми ноздрями и глыбы развороченного льда. Мужчины в котелках с тросточками разбегаются перед ледоколом, смельчак на велосипеде чуть не провалился в черную воду. Тармо мощно идет вперед, люди кричат от возбуждения, лед трещит и качается под ногами, у всех мокрые штаны и ботинки. Анна с матерью гостила у бабушки в Хельсинки. Соседи видели, как Урсула с ребенком в руках кинулась на лед и принялась метаться в толпе мужчин перед тармо. Это вместо того, чтобы спокойно погулять по набережной, съесть мороженое, показать малышке коллекцию финляндских птиц на правительственной или сходить на бульварную 29 в музей горных пород и метеоритов. У Анны было пальтишко, яркое, как с хрустом откушенный огурец. Все все видели, донесли старухе, был скандал. Задыхаясь, женщина бегала под носом у смерти. Анна чувствовала, как колотится материнское сердце. Обе визжали от ужаса и восторга. Художник Райканин сделал молниеносный набросок с бортом корабля, мамой и девочкой, прекрасно передал движение, рыжие локоны, зеленое пятно. Эта работа по сей день хранится в запасниках национальной галереи. Подслеповатый поэт Сурво подумал, что ледокол символизирует ход истории, безжалостную силу времени, неукротимую власть рока, и назвать его следовало не тармо, а фатум. Дама же с букетом или что там у нее в руках — это бабочка, летящая к своей погибели. Чихнул, утерся бородой и пошел в кондитерскую. Старуха Канерва сидела под пальмой и глухо ругалась. Урсула плакала, она не могла объяснить, что понесло ее на лед. Печка была очень горячая, изразцы с геометрическим рисунком напоминали распахнутые глаза. После прогулки и всей этой странной беготни девочка заснула прямо на ковре. К ней под бок с урчанием привалился Илмари. Вечером были гости, подавали пирог с черникой. Мама и бабушка, румяные, веселые, помирившиеся, пили портвейн. Кто-то усатенький играл на рояле. Еще Анне запомнилась страшная история, рассказанная кем-то в бабушкиной гостиной, в этот вечер или в другой, такой же теплый и музыкальный, про молодого парня, который ломом укокошил своего дядю Юхана. Юхан Лойс был пасечником, одиноко жил в избушке на краю леса. Бабушка признавала мед только от Лойса. Это был темно-зеленый, пахнущий елкой мед. Старуха мазала себе им голову, чтобы волосы росли лучше. Продолжение следует...